Готовиться к получению лицензии управляющей компанией Сочи уже начали в начале ноября. До 1 мая они обязаны получить лицензию на работу руководителей фирм, сдать экзамены на знания жилищного законодательства. Документ будет выдавать Краевая горжилынспекция. Впрочем, получение лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами – еще половина дела. Очень важно такую лицензию не потерять. Если нерегулярные жалобы поступают в администрацию, мы выходим, выдаем предписание управляющей компании, она не выполняет это. Этот комплекс замечаний будет однозначно отправлен в горжилынспекцию, потому что данная организация в сегодняшний момент нарушает все законодательство личное и со стороны муниципального образования не выполняет требования. Если в течение года на одном обслуживаемом компании доме будут установлены нарушения, то дом будет исключен из приложения к лицензии. И управляющая компания не сможет с ним работать. Если таких домов наберется более 15% от обслуживаемого фонда, то орган госнадзора обратится в суд об аннулировании лицензии. После отзыва лицензии будут прекращены все договоры заключенной управляющей компанией, а ее руководитель будет включен в федеральный реестр дисквалифицированных лиц. То есть в отношении него фактически вводится запрет на профессию. Лицензирование управляющих компаний, по мнению авторов законопроекта, позволит навести порядок в этой сфере ЖКХ.